Мировое убеждение человека должно быть правильным. У нас, мы знаем, в Исламе есть много течений, да? Было, начиная со времен уже с Ахаба, там, Жи'а, Хавариджи, потом Муртазеля, Мурджи'а, там... Много этих течений. До сих пор это проблемы. Мы говорим, да, все мусульмане там, Миша Аллах, кто, конечно, не вышел за рамки шаре. Но если у человека неправильное мировое убеждение, то его, значит, результаты его деятельности будут опять-таки плачевными. Плачев или серебря, то есть, какое-либо другое имущество, кроме денег, или даже золото в виде, там, значит, слитков, или в виде песка, или лома, нельзя. Должно быть именно чеканенное, ну, когда использовали золотые деньги. Сейчас они не используются, запрещены, да? Если бы использовать, это должны быть деньги. Коротко, это бизнес должен быть, значит, договор должен быть на деньги. Можно подсказать людям, если бывает, порой, человек говорит, вот машина, поручи этому человеку, пусть продаст, потом взорванные деньги. Он говорит, вот на эти деньги мы заключили договор, я тебя нанимаю для ведения, чтобы ты эти деньги, как бы, впустил в бизнес и зарабатывал деньги. Полученную прибыль, как они договорятся, 50 на 50, 60 на 40, 70 на 30, как договорятся. Первое условие обязательно должны быть деньги. Потому что у нас порой, мол, я план давал ему, я машину давал. У вас изначально сделка была недействительной. Надо было сначала продать, потом на деньги начинать эту деятельность. Второе условие, чтобы хозяин денег, чтобы он не ушимлял, то есть не запрещал, или не вмешивался в деятельность того человека, который ведет этот бизнес. То есть, чтобы человек, допустим, ставить условие, например, там, чтобы все мне докладывал, без моего ведома ничего не покупает, там, и так далее, и там подобное, да? Это какой-то будет бизнес. Каждый раз обращаться, это можно купить, это можно продать. То есть, он должен дать ему право деятельности. Он может его ограничить в определенных сферах, допустим, заниматься вот в этой сфере бизнеса, там, долговли, допустим, одежды, или и так далее, или там, автомобили, и так далее. В этом можно, но ограничивать, там, именно вот в этом виде, да? Только шапками заниматься, да? Или вот в таком виде ограничивать человека нельзя. И третье условие – обязательно прибыль должна быть общая между ними, чтобы мне будет прибыль, тебе потом что-нибудь, там, Аллах дать, да? Нет, нет. Должна быть прибыль общая. Ну, и обязательно, конечно, чтобы это была договоренность, какая доля. А так сказать, прибыль мне, я тебе, там, его труд. И четвертое условие – обязательно должно быть доля прибыли известна в процентном соотношении. То есть обязательно должен быть 50 на 50, 60 на 40, обязательно должно быть в процентном соотношении. Да? И категорически нельзя, чтобы это было определено какой-то суммой, да? Там, допустим, мне будет 100 тысяч лишних сверх этого, из прибыли выше этого твоё. Не-не-не, категорически нельзя. Обязательно должно быть в процентном соотношении. Там, к нам иногда обращаются, там, хозяин говорит, что мне там, допустим, 50 тысяч два месяца, остальное – твоё. Это уже сделка, договор недействительный. Уже в нём не будет барраката, и ничего хорошего из этой сделки не получится. И также нельзя, допустим, что, допустим, в определенных крупных сделках, мне столько процентов, допустим, 80, там, мелких, там, тебе 80, да? Не-не-не, общее там идёт. Вот всё, что заработано, оно должно быть обязательно в процентном соотношении. Когда мы говорим, дорогие братья, это очень важно – соблюдение ног шариата в ведении бизнеса, чтобы договора были действительными. Люди могут задать вопрос – ну и что? Ну я нарушил, я, как сейчас многие это делают. Вопреки законам шариата, они делают какие-то договора, сделки. Бизнеса запрещали этим заниматься, пока они не изучат законы шариата, регулирующие бизнес, торговлю, чтобы узнал закат и прочее, прочее. Почему это так делают? Потому что шариат заботится об этих людях, чтобы их деятельность, значит, завершилась хорошим итогом, хорошими результатами. Он ведёт, 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 годы идут, в конце концов – бах! И банкротство или потеря имущества. Потом начинает там – да, не повезло, нет, вопрос не повезло. И изначально у тебя какой-то договор или какая-то сделка были неправильными, противоречащими шариатами. То же самое, дорогие братья, в вопросах нашей религии. Изначально у человека должна быть вера тоже правильная. Вероубеждение человека должно быть правильным. У нас, мы знаем, в исламе есть много течений, да. Было, начиная со времён уже с Ахаба, там, Жиа, Хавариджи, потом Муатазиля, Муджиа, там, много этих течений. И до сих пор это проблемы. Мы говорим, да, все мусульмане там, инша Аллах, кто, конечно, не вышел за рамки шариата. Но если у человека неправильное вероубеждение, то его, значит, результаты его деятельности будут опять-таки плачевными. У него совершенного имана тоже не будет. И его деятельность не принесёт благого результата. Мы это, анализируя историю нашей умы, мы находим, что действительно достижения в науке и в других областях были только заучеными Ахлю Сунну Аджама. У других в течение таких достижений не было. И результатов таких не было. Хотя были те же, та же нация, те же люди учатся. Но изначально, когда происходит ошибка вероубеждения, он может активно действовать, он может что-то предпринимать. Но плодов его деятельности, значит, не водит. Поэтому не другие ислама всегда старались внести в ряды мусульман какие-то отклонения, какие-то, значит, искажённые представления о религии. Поэтому в начале ислама появилось течение занадика. Занадика это были лицемеры, которые показывали, что они мусульмане и занимались вредительством. Значит, внося вымышленные хадисы, делая, значит, неправильные толкования каких-то аятов. И вот таким образом они знали, что это то же самое, человек программирует, да. Если туда нести в программу одну ошибку, уже будет когда-нибудь сбой программы. То же самое наше убеждение, вероубеждение. Самое важное именно вероубеждение. Тоже важно, но как бы не так, как вероубеждение. Если есть искажение вероубеждения, то ждите, обязательно будет ошибка и в поведении. То есть, если наша вера правильная, то его действия тоже будут правильные. Если вероубеждение есть ошибка, в его поступках, в его действиях тоже появятся ошибки и отклонения, от которого будет в первую очередь он сам страдать и потом все остальное общество тоже будет страдать. И полноценной религией и религиозности у этого человека тоже не будет. Поэтому очень важно знать, что как и сделка должно быть все правильно в соответствии с шариатом, чтобы деятельность была успешной. Нарушай, пожалуйста, как сегодня делают, да? Допустим, наши оппоненты говорят, смотри, вон какой-то там успешный бизнесмен, там ведет, допустим, противоречие шариату деятельности. У него все хорошо, у него много, много это не значит, что хорошо. Пусть он еще с этим много, пусть барака будет. И тот будет все равно плачет. И тот будет все равно плохим у этого человека. И ни ему, ни его близким это ему счастье тоже не принесет. Поэтому важно именно, чтобы каждый наш шаг был в соответствии с тем, что приписано нам законами. Теперь пятое условие. Договор. Этот договор ни в коем случае не должен быть. Договор на внимание, да? То, что, на ведение бизнеса. На определенный срок. Не должно быть срока. Этот договор заключается без срока. Почему? Потому что, если человек ограничен коротким сроком, этот человек может вообще ничего не успеть заработать. А долгим почему? Потому что этот договор не является обязательным договором. То есть, смысл этого и этот работник, который нанимается на эту деятельность. Хозяин денег. Они в любой момент могут этот договор расторнуть. И хозяин денег может сказать, все, знаете, я прекращаю эту деятельность. Давай все распродавай, делим и разбегаемся. И точно так же работник тоже может сказать, все, я отказываюсь от нашего договора. Значит, давай то, что есть, проводим ревизию. Смотрим, что там заработали, поделили прибыль и все разбежать. Срока вот, на такой-то срок нельзя. И шестое условие, чтобы прибыль не была опять таки определена на какого-то срока. Вот он говорит, допустим, занимайся, прибыль этого года моя, прибыль следующего года твоя. То есть, прибыль ограничена каким-то сроком или поделена по срокам тоже не должна. То, что в сезон там удачный продал, да, там эта прибыль будет моя. Или можно по гадам. Этот год мой, следующий год твой. Нет, так не должно. Должно быть общее. Обязательно. И, конечно, условие, которое нарушает, это, значит, еще условие, чтобы хозяин не ставил условия своего участия в бизнесе. Есть ли условие договора, что я тоже буду. Допустим, хозяин сам не умеет, он хочет походу научиться. И он говорит, я тоже. Ты можешь смотреть, но, допустим, обязательно условие, что ты будешь так же работать, как и он, это условие нарушает договор. Еще они сказали, ну, если он, допустим, какого-то своего работника поставил для контроля, тогда проблемы нет. Ну, чтобы он принимал решения, продавать, не продавать, с этими условиями эта сделка не допускает. И потом, следующий момент, значит, этот работник в ходе своей деятельности на личные траты, переезд, еду, откуда он тратит? Этих денег, с того, что он там получил у хозяина денег, да, или свои деньги. Сказано, эти деньги он не имеет права тратить на себя. Он не имеет права, почему? Потому что у него есть определенная доля прибыли. Если он, работник будет отсюда, значит, еще и на себя тратит, может, он все потратит, а потом от прибыли вообще ничего не останется. Вот это тоже многие, кто заключает это, его не знают. Он начинает сразу оттуда, вот он приходит к нам и читает, что у них разногласия, прибыли нет. А почему? Он ехал туда, он ехал сюда и так далее и тому подобное. И тратил, естественно, на себя там, на автомобиль и так далее. Конечно, прибыли не будет. Поэтому эти деньги, которые даны для ведения бизнеса, их этот работник оттуда ничего брать, кроме как для бизнеса он не может. Только расходовать на эту деятельность, на перевозку и так далее, на свои, на свои траты, гостиницы и так далее, не имеет права. Ни в коем случае. А если командировка, например? Командировка на свои средства. Твои деньги будут в прибыль, возьми у него в дом. Потом, когда прибыль поделите, тогда уж ты свою долю получишь. Ты же такой же заинтересован, как и он. У тебя своя определенная доля. Почему ты долго отсюда платят и потом будешь в воду жить, да? И также он, чтобы выезжать в путешествие, он должен брать разрешение у хозяина. Он должен брать разрешение у хозяина, чтобы путешествие выезжать, путешествие это рискованное мероприятие. Дороги всякие бывают. Если он на месте торгует, торгует, но если он хочет выехать за товаром и так далее, он должен взять разрешение у хозяина денег, я вот так хочу выехать. Теперь, следующий момент. Если вдруг это имущество украли, пропало, кто отвечает? Если не было халатности этого работника, то он ни за что не отвечает. Это как бы ложится на плечи хозяина денег. Но если была халатность этого работника, тогда он должен возместить то, что он потерял. Если нет, у нас порой тоже опять-таки договоры бывают. Приходят, если вдруг что-то потеряет, что даже я как-то перед мечетью нашел человек, там тоже имам одного села. Он дает ответ, говорит, ну то, что взял, ты должен вернуть. Я говорю, откуда он? Почему он должен вернуть? Он же не должен. У нас книга же не описана. Если, типа, что-то случилось с деньгами, даже без халатности этого работника, он то, что взял, он должен вернуть. Нет, не должен. Он хотел заработать, но случилось то, что случилось. За что тот должен отвечать работник? Не было его халатности. Потому что у него забрали или пропало, украли и так далее и тому подобное. Если он заявляет хозяин денег, что работники его обманывают, то на суде шариатском чье слово принимается? Принимается слово работника. Если у него, конечно, нет свидетелей, он заявляет, он там не обманывает, там жульничает. Свидетели есть, нету, все. Он говорит, нет, я этого не делаю. Если хозяин денег потребует, потребует у него клятвы, он поклялся, все, он уже свободен. Также, спортблазник, я тебе давал 300, он говорит, нет, я тебе давал, а, он говорит, нет, ты мне давал только 200. Хозяин говорит, 300. Тоже принимается в шариатском суде, если не было свидетелей, слово работника. Его слово принимается. Также, если он говорит, прибыль была такая работник, говорит, допустим, только 100 тысяч, хозяин говорит, а нет, там больше было. Опять-таки, слово принимается, слово работник. Точно так же, человек купил что-то, хозяин денег заявляет, это ты покупал именно для того нашего бизнеса. Тот говорит, нет, это я на свои деньги себе покупал. Это не касалось нашего этого общего бизнеса. Принимается слово этого работника, потому что он лучше знает, для чего он, туда он покупал или сюда он покупал, для себя покупал. Да? Точно так же, если он говорит, пропал, то есть товар пропал, утонул, сгорел. Свидетели нет, ни у того ни у другого. Принимается слово работника. Также, если работник говорит, я вернул, что у тебя брал, тот говорит, нет, он мне не вернул. Принимается слово работник. Во всех этих случаях мы видим, потому что этот человек, как бы, безответственный. Или, точнее, как бы, тот человек, которому доверяют. Потому что изначальный договор был с построен на доверии. Раз ты ему деньги доверил, то в остальных случаях тоже принимается его слово. Конечно, это при требовании хозяина он должен поклясться на это. Если у них разногласие возникло, что давал, доллары давал или рубли давал, то в этой ситуации опять-таки принимается слово работника. Теперь момент, когда тут чуть по-другому. Если у них произошло разногласие относительно обусловленной доли. Хозяин говорит, договор был, допустим, 80 дней, 20 дней. Он говорит, нет, будет 50 на 50 договор. Свидетелей тоже нет. Если они оба заявляют. В этой ситуации их заставляет судья поклясться. Оба, если поклянутся Аллахом, что было так. Они как подговорили. Тогда, значит, все с прибылью вместе отдаются хозяину. А этому работнику дают, значит, оценивают его работу и дают ему какую-то плату за работу. В это время что он делал? Оценивают эту работу. Специалист говорит, его работа стоит столько. Дают только вот эту сумму. То есть все. В итоге, возвращаясь к тому, что лучше, конечно, все, что было на бумаге. Чтобы все было без свидетеля. Чтобы вот такие разногласия не возникали. Также, если это делать, договор расторгается. Также, если кто-то из них умирает, договор расторгается. И один говорит, все, я расторгаю договор. Все, договор это прекращает действие. И теперь они начинают приступать к разделу имущества. Теперь, если прекратили, значит, они все решили расторгнуть договор. Расторгнули договор. Что делать? После этого сразу надо все, допустим, имущество потребовать. Или хозяина, или кто-то говорит, я хочу свою прибыль получить. Все, что было в товаре, продается, распродается. И потом смотрят, значит, прибыль. Смотрят все убытки, потери, все, все, все. Итог. Посчитали, давал я тебе 200 тысяч, прибыль 100 тысяч. Как договорились? 50 на 50. Вот 200, значит, то, что я у тебя брал. 50 на 50. Вот оставшиеся 100 делим вот так. После этого только и тот, и тот может получать свою долю. Это я к чему? У нас часто сейчас этот договор заключают. И хозяин оттуда время от времени берет как бы свою долю. И этот работник берет свою долю. Нельзя. Пока вы не решили разделить, значит, прекратить этот договор. И не разделите имущество. Никто оттуда что-то брать не имеет права. Потому что мы не знаем, ты сегодня взял, я взял, а потом взял. Или ты взял, я типа свою долю. А завтра получился убыток. Потеряли оттуда деньги. Даже там не то, что там прибыль. Там даже то, что было не оставалось. Поэтому еще одна тема в этой книге. То есть если человек, то есть убытки компенсируются из прибыли. Если, допустим, прибыль два, два и потом раз убыток. Это все компенсируется из прибыли. И после этого все закрыли и смотрят теперь, что осталось. Только таким образом делят имущество. Это нельзя делить. То есть оттуда брать что-то ни работнику, ни хозяину. Пока они не решили прекратить это. Закрыли бизнес. Взяли, разделили каждую свою долю. Все. Теперь они могут распоряжаться своим имуществом. До этого они не являются владельцами этой прибыли. Собственниками. Собственниками становятся только после того, как они поделили имущество. До этого прибыль вышла. Вы еще не являетесь владельцами прибыли. Когда вы закрываете этот бизнес, поделили. Вот теперь вы собственники. До этого у вас имущество этой прибыли. Мы не знаем в конце что там выйдет. Вот это было кратко. То, что касалось этих двух договоров. Договор преимущественного права покупки долевой собственности. И договор найма для ведения бизнеса. Да. Это очень важно для нас знать. Почему? Потому что сегодня вот особенно. Если вот право преимущественной покупки не так как у нас актуально. А вот право найма. То есть договор найма человека на ведение бизнеса. Он у нас очень актуальный сегодня. Люди этим занимаются. И к сожалению не зная вот эти условия нарушают. И потом дорога куда? Или в мечети или в сумму. Или там начинают мордовоем заниматься. Почему? Потому что начало было неправильное. Результат конец тоже будет неправильным. И барраката тоже в этом не будет. Поэтому дорогие братья старайтесь все свои сделки сверять на предмет соответствия с законом Аллаха. Иначе в этом барраката не бывает. А требует ли вы через год договариваться? Нет. Это как решить. Опять мы же сказали договора нет. Когда человек хочет деньги. Он работает. Работает. Он не может оттуда ничего взять. Мне нужны деньги. Я работник. Ты хозяин. Я говорю все знаешь мне деньги нужны. Давай расторгаем. Это договор приглашаем в деятельность. Я хочу выдержать свою прибыль. Свою долю прибыль. Или ты хочешь. Тебе нужны деньги. Ты говоришь все. Остановил деятельность. Все что есть нас продавать. А не. Просто то есть делить. Полгода договориться. Через полгода считаем прибыль. Считаем. Все взяли. Посчитали. Разделили. И можно продолжать. Давай дальше продолжаем. Но. Сначала всю прибыль поделили. А так. Ты пришел сегодня. Андай мне. А то 10 тысяч. Я приехал. Я тоже себе взял 10. Потом взяли взяли взяли. Потом раз. Значит. Убытки пошли. А мы сказали. Убытки компенсируются за счет прибыли. А там прибыли нет. Тогда получается. Хозяин имущества. Из его имущества. Убытки. Работник за убытки не отвечает. Если не было его халатности там. Получается опять таки проблем. И. Поэтому. Надо делать слога по шариату. Алхамду виллахи. Раббилаламин. И. И. Редактор субтитров А. Продолжение следует...